Мы продолжаем с вами короткие уроки по дафьоми. И хочу сразу предупредить, все-таки не все слушают мои уроки с самого начала, я еще раз повторю то, что я говорил не раз, что это не вместо настоящих уроков дафьоми, то есть обычно, да, стандартный урок по дафьоми, когда читают всю страницу и хотя бы, да, основной перевод всей страницы делают или изучают раши, как правило, и, может быть, еще других комментаторов, а я, скорее, делаю небольшое ревью или там выбираю что-то на странице, что будет интересно для среднего слушателя. И не всегда это просто, я немножко боюсь, что будет, когда мы дойдем до страниц, где фактически вся страница только какая-то техническая информация, которая для среднего человека неинтересна. И те, кто делают дафьоми, они могли бы еще сделать ревью, но те, кто не делают, а мои уроки, я думаю, что многие слушают, кто все равно дафьоми не делает. И просто вот сделать, так сказать, дворторок в странице, да, не так просто. Кстати, то же самое происходит и с недельными главами. По одним недельным главам очень легко сделать двортора из года в год, потому что так много интересных, вот, полезных вещей, которые к любому человеку относятся. Скажем, глава Кедушин. А попробуй сделать двортора из года в год к главе Бамидбар, да, главу, которую мы читаем обычно перед праздником Шивот, глава Бамидбар, там в основном перепись населения. И очень трудно придумать каждый год новый двортора, который был бы интересен для среднего человека. В всяком случае, вот мои уроки, как я сказал, это в основном, скорее, деврейтора к дафьоми, а не мамаш. Настоящий цикл изучения дафьоми. Так вот, к этой странице сегодня, мы дошли до 70-й страницы, сегодняшней дафьоми, я решил только на одной теме здесь остановиться, а именно обсуждается интересный вопрос. Здесь я, скорее, задам вопрос, на который у меня нет ответа. Здесь обсуждается вопрос, в том числе, того, как вообще может быть у человека, что он сделает 39 различных работ в шаббат, и при этом знает, что шаббат – это шаббат, что сегодня суббота, и субботу нужно отдыхать, но при этом умудрился сделать каждую из работ. То, что мы обсуждали с вами, да, с этого начался наш перик, наша глава началась с того, что есть общий принцип, в зависимости от того, что именно человек забыл, про субботу ли он забыл, или про работу ли он забыл, в зависимости от этого у него разное количество карбонот он бы приносил, когда был храм. Например, если человек забыл, что в субботу нельзя шить, вязать, там, списать, носить на улице, готовить, и сделал каждую из этих работ, он бы тогда приносил столько приношений, сколько этих работ есть. Так, он знает, что сегодня шаббат, но забыл, что именно нельзя делать шаббат. Но как может быть, что он все 39 работ сломал? Да, ведь 39 работ, значит, а в чем тогда для него шаббат? Если он знает, что сегодня шаббат, то что же он считал, в чем он считал, что суббота – это день отдыха, если он каждую из работ умудрился сломать? И вот Талмуд заключает одно из здесь, один из здесь ответов – это что он считал, что шаббат – это когда нельзя выходить вне Тахума по Раби Акиве. Позже мы будем когда-нибудь обсуждать, наверное, гораздо подробнее эту идею. Есть в трактате Ирувины, в трактате Сота и в других местах подробное обсуждение насчет Тахумим, что есть идея, что нельзя выходить в субботу на определенное расстояние от города. Как определить город – это уже очень сложно, и мы сейчас не будем это, конечно, обсуждать. Сегодня это может относиться, если человек поехал где-нибудь за город, например, вне Нью-Йорка, то, что называется здесь по-английски «бангало колонии». Там обычно каждое такое поселение небольшое – это как бы свой город, и бывает, что в субботу, соответственно, нельзя пойти в соседское поселение, потому что оно слишком далеко. Так вот, большинство этих законов – они раввинские. Но, по мнению Раби Акивы, если даже вышел на расстояние порядка километра от города, дальше вышел, то уже он сломал запретторы. Тем не менее, это не считать работой мамаш, даже по Раби Акиве. Поэтому до ни одна из 39 работ за это не нужно было приношение приносить. Поэтому, может быть, он считает, что единственное, что запрещено в субботу – это выходить вне города, а в остальном все 39 работ он сломал. Все 39 работ не знает про них, забыл про них или никогда не изучал эти законы. Поэтому он сломал все 39 работ, и единственное, в чем для него сегодня суббота – это в том, что он не выходит вне Тахума. Это все по мнению Раби Акивы, которые считают, что Тахумим – это запрет Торы. Так вот, мне всегда казалось очень странным, почему Гемора не отвечает, казалось бы, гораздо проще. Я не знаю ответа на мой вопрос. Может быть, кто-то это ответил, но у меня этот вопрос был уже лет, может, 15 или 20 назад. Так вот, казалось бы, очень просто ответить, и то, что вроде чаще встречается. Зачем отвечать, что это как Раби Акива и про Тахумим? Почему не сказать, что этот человек просто знает про какие-то работы, но не полностью? Про каждую из... А вот малахот, про каждую категорию работы. Он знает что-то, но не полностью. К примеру, он знает, что, скажем, нельзя носить на улице, но он думает, что если только вынес что-то из дома и подставил прямо на улице, или, например, с улицы прямо домой что-то занес недалеко и не проносил 4 амота на самой улице, то тогда это можно, по его мнению. Скажем, в отношении готовки он думает, что, предположим, налить кипяток прямо на мешочек с чаем – это не запрещено, что это не называется готовкой. Допустим, в отношении огня он считает, что сжигать огонь нельзя, но можно сжигать электрический свет, даже когда вальфрамовая нить раскаляется или что-нибудь в этом роде. И также во многих других законах он борер, там очень много можно не знать. Он, например, знает, что есть определенные ограничения о том, что можно выбирать в субботу, когда перемешано много вещей. Мы будем все эти работы обсуждать через DAF, там как раз будут все эти 39 работы описаны. Он может не знать, что в субботу, скажем, нельзя брать хорошее от плохого даже в смеси выбирать, если не собираешься сразу это есть или использовать. Допустим, у него куча еды смешанной, какие-нибудь там орехи, семечки, еще что-то. Но он их все перебрал и оставил так до вечера, да, не для того, чтобы сейчас кушать, а просто перебрал заранее. Это будет запрещено историей, по многим мнениям, и так далее, и так далее. То есть он может много делать работ в субботу, при этом знает, что сегодня шаббат, и про каждую из работ или про многие из этих работ он может знать, какие-то параметры запрета, но не знать все детали запрета. И тогда он запросто может сделать все 39 категорий работ, при том, что он прекрасно знает, что сегодня суббота, и прекрасно знает про каждую из этих работ, или про некоторые хотя бы из этих работ, он знает, что именно запрещено. То есть странный ответ у Талмуда, почему они должны сказать, что он не знает только Тахумим, что он знает только Тахумим, что он знает про субботу только Тахумим. Почему не сказать, что он про работы тоже знает, но не полностью, каждый или многие из работ он знает только частично, и поэтому ему удалось, умудрился за одну субботу сломать каждую из 39 работ. Такой у меня вопрос был всегда в этой судье. Вообще, замечу здесь, и это важно тоже понимать, что именно ломание субботы, которое требует карбан, это только в двух случаях, о которых мы до сих пор обсуждали. Либо когда человек забыл, что сегодня шаббат, либо когда он забыл, что что-то нельзя делать в субботу. Все остальные случайности в субботу, они не такие строгие, чтобы требовался карбан. То есть, если человек вообще не понял, что он делает, это будет обсуждаться дальше в Талмуде. Бывает, что человек что-то сделал, не понимая вообще саму акцию, которую он сделал. Скажем, вышел на улицу, у него в кармане что-то оказалось. То это тоже нехорошо получилось, но во всяком случае он не забыл про субботу и не забыл, что нельзя носить на улице, а вот так вот просто вышло. Это называется метасек своего рода. Скажем, если бы он съел что-то, за что нужно приносить карбан, например, жир запрещенный, то даже если он метасек, он хаяф. Если случайно человек поел жир и не знал, что это жир, а в субботу, если он случайно что-то сделал, не знал про саму акцию. То есть, он знал, что в субботу нельзя делать это и знал, что в этот день шаббат, а забыл только, что у него получилась работа автоматически. Облокотился, скажем, стену, а там оказался включатель света и включился свет. Все это не считается даже как шогик, даже как случайная работа, это еще меньше. Это называется метасек, автоматическое, неумышленное, как сказали бы в футболе. Это еще меньше, чем просто ошибка. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Спасибо. Спасибо.